Если только победим коррупцию, то мы можем взять у Европы свои ценности, которых нам действительно не хватает. Это культура, в первую очередь. Культура всю, и в производстве, и в сельском хозяйстве. Есть чем получиться. Можно что-то взять и в России. Но Украина, по моему мнению, должна быть достаточно самостоятельной государством. Тогда нас будут уважать. Тогда с нами будут считаться. Тем более, да, у нас два мощных Китая. Это машиностроение и все-таки Украина всегда была гражданством. Правильно? Да. Поэтому, если еще в правительстве поменяется, или улучшится, не знаю, финансирование производства, если не будут такие высокие проценты кредита, по которым, в принципе, развивать промышленность невозможно, 20% кредита что-то построить, и никогда их не отобьешь. 20% нету, 20% можно. Нет, ну я даже говорю, 20% по крупным кредитам, можно там 18% даже, но это нереально. Кредиты должны быть 8-7%, хотя бы. Тогда можно развивать. То есть, в первую очередь, это коррупция и правильное финансирование грамотное производителей производства. Поэтому, в принципе, от всех надо брать хорошее. Демократия это тоже хорошо. Но, как говорил Черчилль, демократия, она несовершенство. Несовершенно. Но лучше еще человечество ничего не придумало. Поэтому и Россия тоже нас видит. Хоть и своих братьев, но тоже какую-то хорошее. Знаете, я хочу сказать про стариков сначала. И вот хочу сказать, давайте я про Россию скажу. Вот все говорят, сегодня проблема, конечно, с Россией это газ. Мы, Юлия Владимировна подписала газ по цене, который самый дорогой в мире. Но, знаете, я понимаю Россию. На рынке, любом рынке, газовом рынке, электрическом рынке, рынке овощном, рынке мясном. Один, я не знаю, как там есть такие пословицы, один умный, один дурной. Или как-то один покупатель, один продавец. Кто из них умный, кто дурной, уже определит покупка. И я не знаю, конечно, человек сидит в тюрьме и до сих пор проводится под ее финансовыми вложениями такие акции, манифестации. И Евросоюз не бесплатно, что однозначно за нее защищается. Мы же не дураки, может в Украине, слава богу, умный народ живет. И, знаете, чек подписал. То есть в лице одного человека Украина вышла не особо умным покупателем. Россия предложила. Украина в лице одного человека подписала. Куда делись те деньги, конечно, и что были такие цены подписаны. Вот тебе коррупция. Чек подписал. Однозначно отходы миллиарды сегодня оплачиваются эти все мероприятия. И никто не скрывает, что это партия Батькевщина. Откуда миллиард нашли сегодня на офисе у партии Батькевщина? Откуда нашли? То есть это же, понимаешь, а это те деньги, которые мы платили с государственным бюджетом ежедневно, разницу в тарифе на газ. Знаете, это то, что ты говоришь, Россия, Россия, она продавец. У нее есть, а мы, вот сегодня наш покупатель, поехал, Виктор Федорович, на 100 долларов купил дешевле. Ему не надо ничего, не надо, дайте только, чтобы народу было выгодно. В народе есть огромная проблема, которая, вот чем опасен нам, вот в этом случае Евросоюз, это эмбранция. Потому что Франция, вот вы в частности взяли, она на себя приняла столько жителей своих колонн. То же самое, кстати, с Англией, которая сейчас пытается заговорить или изменить закон, потому что настолько заполнили. Беженцы очень много. Марсель и Париж, он состоит 80% из темнокожего населения. Я знаю, я знаю, я же там ходила. А чем вы за Италию не говорите? Сказали, сумочку, ручки в руки не носить, потому что вырвут. Ой, думаю, боже, хочу в город Славец, честно. Еще немаловажно, 40% среди молодежи незаможных. Вот сегодня утром. Подождите, а что вы за Италию не говорите? Через 30 лет Италия на украинской море разговаривать будет. Наши женщины сделали Италию в область Украины. Вот Жан Николаевич сказал, что культура, я же говорю, что многие сегодня говорят, что старики ездят, а мы тут убираем. Знаете, просто я вам говорю, что реально сегодня нашего старика еще не вытолкнишь куда-то. Поэтому сегодня многие люди, слыша о том, что там старики ездят, мигрируют, они думают, что путешествуют, что это еще не наше поколение. И поколение еще наших детей. Это, наверное, внуки наши будут тоже так же ездить, путешествовать.